Всем привет! В эфире программа «Всё лучшее детям» и я ее ведущая Дарья Козина, мама двухлетнего непоседы. Молодые и даже опытные родители ежедневно сталкиваются с множеством проблем и вопросов, как вылечить, чем кормить, во что одеть, как воспитать, чем развлечь и при этом не сойти с ума. В нашей передаче вы найдете лайфхаки, ответы на вопросы от специалистов в разных сферах и актуальные новости для всей семьи. Начнем с приятных новостей для мамочек, которые хотят пораньше выйти из декрета. Родители продолжат получать выплаты по уходу за ребенком даже после выхода на работу на полную ставку. Такой законопроект Министерство труда поддержали в правительстве. Сейчас на пособия могут рассчитывать только те, кто работает неполный день или из дома. Если поправки примут, новые правила вступят в силу с 1 января. Напомним, в июне этого года президент России Владимир Путин высказался за изменение норм закона в пользу женщин, которые хотят выходить на работу раньше, чем через полгода после родов. Кроме того, теперь в период декретного отпуска можно трудоустраиваться к другим работодателям, не теряя гарантий, связанных с сохранением рабочего места, с которого женщина ушла в декрет. С приходом осени дети и родители активно включились в учебный процесс. В школах и детсадах к работе приступили молодые педагоги. Сразу три учителя начальных классов пришли работать в школу номер 10. Своими впечатлениями от первого месяца работы они поделились с нашей съемочной группой. Первый учитель – это не просто педагог, который открывает детям дверь в мир знаний. Это пример, который зачастую оставляет неизгладимый след в характере ребенка и его мировоззрении. Первый учитель Алины Ильиной помог ей определиться с будущей профессией. Когда пришло время выбирать свой жизненный путь, сомнений у нее не было. С сентября она учит маленьких саровчан в школе номер 10. Поначалу было немного страшно, признается девушка, но сейчас на смену волнению пришло желание помочь ребятам поскорее влиться в школьную жизнь. Настоящий учитель, он должен быть помимо того, что терпеливым, стрессоустойчивым, он также должен обладать огромной любовью к детям и очень сильной эмпатией, потому что их 24-30. И каждому нужно уделить время, и у каждого все равно у ребенка есть какие-то свои проблемы, какие-то свои потребности, и нужно уметь сопереживать им. Учитель начальных классов дает школьникам базовые знания. Он не только обучает, но и воспитывает. Учителя младших классов уделяет все свое время детям. Кроме уроков, это и классные часы, и в неклассные мероприятия. Они должны знать, как обращаться с ребятишками, поэтому многие учителя еще и психологи. Юлия Шаргаева приехала в Саров недавно, но уже влюбилась в тихий, закрытый город. Введу я третий класс, класс коррекционный по тяжелым нарушениям речи. В классе у нас детей немного, шесть человек всего лишь, все абсолютно разные, независимо от такого маленького количества, каждый особенный по-своему. У каждого свои положительные характеристики, свои какие-то особенности, которые также хорошо влияют на учебу, например. Для учителя в коррекционном классе очень важно быть добрым, важно быть справедливым и при этом дать те знания, которые должен получить ученик в данном классе, соответственно, с возрастом. В этом году в десятую школу пришли работать три молодых педагога. Среди них и Татьяна Прохорова. Коллектив принял их очень душевно, отмечает Татьяна. К опытным педагогам они всегда могут обратиться за советом или помощью, и им в ней никогда не откажут. Профессия учителя для девушки – мечта детства, которую она только начинает притворять в жизнь. Вообще это все началось еще с детства, когда была маленькая, постоянно ставила игрушек, доставала тетради, проверяла, так, ты у меня заеченок будешь такую это прописывать, такую отметку будешь получать. Само осознание пришло уже где-то в 10-11 классе, потому что такая сильная любовь к детям, хочется кого-то учить. Первая учительница запомнилась очень. Канал 16 поздравляет преподавателя Сарова с профессиональным праздником и благодарит за бесценный труд и старание. Вот тот маяк, который помогает ученикам не потеряться в огромной стране науки. Сегодня почти каждый родитель, решающий, к какой профессии готовить ребенка, и каждый выпускник, который задумывается о дальнейшем пути, приходит к IT-сфере. Солидная зарплата, возможность работы на удаленке и востребованность – факторы, которые играют решающую роль. Растить будущих инженеров и программистов помогают педагоги школы информатики «Вектор плюс плюс». Некоторые родители переживают, что ребенок много времени проводит за компьютером. Одно из решений этой проблемы – направить эту страсть в правильное русло и освоить навыки, которые пригодятся в будущем. В школе «Вектор плюс плюс» почти 15 лет обучают программированию от мала до велика. Представлен весь спектр возрастных групп, начиная от самых маленьких – это дошкольное развитие, потом начальная школа, средняя, ну и старшая. Ну и в последнее время у нас появились взросленькие ученики, достаточно нас радующие. Около 100 учеников занимаются на направлении программирования, также есть математические и лингвистические группы. Уроки проводят квалифицированные педагоги с 10-20 летним стажем. В IT как в спорте. Чем раньше начнешь, тем больших высот можно добиться. У нас есть несколько стадий обучения. Самое первое – это когда происходит вообще знакомство и с нами, и с предметными дисциплинами. Только здесь мы делаем акцент на вообще первичном интересе и поддержании этого интереса. В первом году я делал картофелеборочный комбайн. В этом году мы делаем конструирование, делаем разные школьные принадлежности, игровые для игры. Например, в том занятии мы играли в боулинг, делали машинки, ставили стаканчики, разгоняли наши машинки и отпускали их, чтобы разбить все стаканчики. В этот раз мы сделали чуть по-другому. Я сделал машинку двухколесную и трехколесную. Мы сбивали фишки. Надо было еще использовать баланс, чтобы машина не съехала на бок, а ехала только прямо. Я бы хотела стать инженером, чтобы делать новые машины, разные принадлежности, чтобы было намного легче. За время обучения ребенок осваивает самые востребованные языки программирования. Ученики Вектора Плюс Плюс создают современные приложения, занимают призовые места на международных конкурсах. В этом учебном году еще можно успеть записаться на некоторые направления. Сделать это проще простого. Через группу во Вконтакте, на сайте школы или по номеру телефона 74114. Кашель, насморк, температура – одна из главных проблем родителей в осенне-зимний период. Эти симптомы нередко сопровождают детей во время холодов и пребывания в школах и детских садах. О том, как лечить ОРВИ правильно, рассказала педиатр Юлия Садчих. Можете дать несколько советов, как вообще подготовиться к сезону заболеваний, как перенести его как можно легче? Существует специфическая и неспецифическая профилактика. К неспецифической профилактике относятся режим дня, правильное рациональное питание, хороший отдых, здоровый сон, прогулки на свежем воздухе, элементы закаливания, воздушные закаливания, водные закаливания. Нужно исключать дефицитные состояния ребенка, такие состояния, как дефицит витамина Д и немаловажно, железодефицитная анемия. Ребенка не нужно кутать, одевать его по погоде, чтобы ему было и не жарко, и не холодно. Учить ребенка гигиене – это мыть руки, обрабатывать руки санитайзером, одевать маски в местах общественного скопления. Стараться избегать по возможности городской транспорт, где скучность людей. К гигиене также относятся правильное чихание, правильный кашель. Мы не кашляем в руку, мы кашляем в локоть или в носовой платок, потому что инфекция распространяется не только воздушно-капельным путем, но и контактным путем. Есть родители, которые боятся вакцинации, как огня. Какие риски вообще бывают в вакцинации? Есть ли они вообще? Что за мифы существуют? В частности, вакцина от гриппа. Действительно, мифы по поводу вакцинации существуют. Они существуют с момента появления первой вакцины. Это конец XVIII века, когда появилась вакцина от натуральной оспы. Эта вакцина была создана на основе вируса оспы коровы. То есть бралась жидкость от крупного рогатого скота и аппликаторами на кожу наносились. И, конечно, страх перед неизвестностью людей пугало. Они рисовали карикатуры, что у людей вырастали рога и копыта, и хвост. Люди боялись, и это были первые антиваксеры. В дальнейшем, все-таки у нас XXI век, а медицина – это наука, основанная на доказательствах и фактах. Отличие вируса гриппа от других вирусных инфекций – то, что против него есть и театропная терапия. Это препараты ингибитора нейроминидаз, препараты осильтамивир и зинамивир. Это специальная экспресс-диагностика. Это берутся мазки из глотки. И через несколько минут мы знаем, есть у человека грипп или нет, и нужно ли применять специфическую терапию. А также отличает вирус гриппа от других инфекций тем, что от него есть управляемые вакцины, сезонные вакцины. Эти вакцины создаются ежегодно, специальными научными центрами. Штамм гриппа меняется и создаются именно та вакцина, которая будет актуальна на этот год. Так вот, один из мифов, например, я привился, но я все равно болею. Что это может быть? Во-первых, это может быть постфакциональная реакция, когда место инъекции воспаляется, когда появляется папула, озноб, ломота, мышечная боль, головная боль. Это не является осложнением. Второе, это когда привитой человек от гриппа заболевает ОРВИ, потому что вирус от гриппа, вакцина от гриппа защищает только от гриппа, а не от других респираторно-вирусных инфекций. Третье, это когда прививаются от гриппа и заболевают гриппом, когда не успел сформироваться иммунитет. Для формирования иммунитета нужно 2-3 недели, а человек проконтактировал ранее или до этого. И в редких случаях бывает несовпадение штаммов, но при этом человек переносит вирус гриппа в более легкой степени. Также по Всемирной организации здравоохранения противопоказанием для прививки от гриппа является анафилактическая реакция, либо реакция на предыдущую вакцину. Но анафилактическая реакция – это 1,3 из миллион введенных доз. Для сравнения, укус пчелы вызывает анафилоксию в 70-100 раз чаще. Но при этом люди гуляют по полям и улицам и при этом не имеют противошоковый набор. А это есть в клиниках. Многие боятся вакцины от гриппа тем, что это снижает иммунитет. На самом деле вакцина от гриппа, она инактивирована. Это все равно, что взять вирус гриппа – это автомобиль, а вакцина – это колесо автомобиля. Так что страшнее на дороге автомобиля или колесо от автомобиля. Инактивированная вакцина никак не может ослаблять или снижать иммунитет. Наоборот, антигенный состав вакцины вырабатывает, способствует выработке антител в организме. Какие ошибки чаще всего допускают родители при лечении таких вот сезонных заболеваний? УРВИ – это частая инфекция для использования препаратов, которые обладают недоказанной эффективностью. На приеме с мамой моя задача состоит в том, чтобы убедить ее в доброкачественности течения этой инфекции. О том, что не нужно использовать полипрагмазию – это более пяти препаратов одновременно. О том, что не нужно в ранние сроки использовать противокошлевые препараты. О необходимости, о важности гидротации в первые дни интоксикации. О том, что очень важна элиминация для детей раннего возраста и грудного возраста. Элиминация – это освобождение дыхательных путей от повышенной слизи. Не нужно использовать препараты с недоказанной эффективностью. Такие, как гомеопатические горошинки, экстракты чеснока, интерфероны, индукторы интерферона. Также банки, горчичники, паровые ингаляторы, ножные ванны. Это все может не то, что не помочь, а навредить ребенку. Болью для педиатров является нерациональное использование антибиотиков без доказанного бактериального очага. Температура, которая сохраняется 3, 5 и 7 дней, может также протекать и при вирусной инфекции. Цвет зелени из носа, цвет мокроты не говорит о присоединении бактериальной инфекции. Антибиотикотерапия может не помочь, а навредить. Она не помогает в развитии суперинфекции бактериальной, а наоборот, вредит, ослабевает желудочно-кишечный тракт, ослабевает резистентность микроорганизмов и устойчивость к антибиотикам. Следующая ошибка родителей – это лечение термометрии по градуснику. Мы не ориентируемся на цифры градусника, а ориентируемся на состояние ребенка. Если ребенок раннего возраста отказывается от еды, не пьет, чувствует себя плохо, и при этом у него температура 37,8, все равно вы дадите жаропонижающее и обезболивающее средство по возрасту и по весу. Если ребенок старше 3 лет, бегает, прыгает, скачет, у него температура 39, и тактика наша будет наблюдение и гидротация. Мы не даем жаропонижающие средства при хорошем самочувствии ребенка. Еще одной ошибкой родителей является закрытие окон, укутывание, одевание, и тем самым мы создаем еще более нарастание термометрии. Обязательно открываем окна, проветриваем, снижаем температуру, не создаем хороший микроклимат в комнате. Это влажность 40-60%, это температура 20-22 градуса, это адекватный питьевой режим, 100 мл на килограмм веса. Ошибками родителями также будет являться несвоевременное обращение за медицинской помощью. Наблюдение за ребенком нон-стоп происходит 24 часа на 7. Например, ребенок осмотрен педиатром в пятницу, но к ночи, с пятницы на субботу, нарастает дыхательная недостаточность, происходит ложный круг, ребенку нечем дышать, приступ удушья, он синеет, и при этом вы не приходите на активный вызов в понедельник, а обращаетесь в экстренную медицинскую помощь. Неадекватная доза жаропонижающих препаратов, либо маленькая доза, и поэтому приходится чистить и давать чаще жаропонижающий вес. Расчет доз происходит по весу, а не по возрасту. Все дети разные относительно своего возраста. Физическое развитие разное, и поэтому нужно рассчитывать индивидуально. Если касаемо ибупрофена, это 10 мг на килограмм, парацетамол 15 мг на килограмм. Расчет свечей происходит больше, доза значительно больше 20-25 мг на килограмм. Важная очень элиминационная терапия. Это когда мы промываем, увлажняем нос физиологическими или изотоническими растворами, или растворами морской водой, восстанавливая носовое дыхание ребенка. Кашлевой рефлекс у ребенка возникает, как правило, за счет пустного зального затека. Слизь скапливается, раздражает глотку, ребенок кашляет. Для этого не требуется муклетический, отхаркивающий, блокирующий кашель препараты. Иногда, в редких случаях, для лучшего проведения носового дыхания используются сосудосуживающие препараты на основе оксиметазолина. Но эти препараты, с ними нужно быть осторожными, важно их не передозировать, и важно использовать их не более 5 дней. Это может вызвать атрофию слизистых носа и привыкание. Все родители мечтают, чтобы их дети выросли здоровыми, добрыми, умными и счастливыми людьми. На пути к заветной цели может помочь наша передача. С вами была Дарья Козина. До новых встреч, и пусть родительство будет в радость! Субтитры подогнал «Симон»!